В этом видео мы с вами разберем, как кишечные и желудочные газы в виде метеоризма, отрыжки, изжоги влияют на состояние не только спины, но и вашей мозговой деятельности. Поделимся с вами одним упражнением, которое поможет вам самостоятельно на этапе скорой помощи облегчить это состояние. И поговорим о важном интенсиве, который пройдет совсем скоро. Состояние здоровья спины, состояние здоровья позвоночника в целом, а в частности, именно пояснично-крестцового отдела, имеет к состоянию нашей головы, имеет отношение к состоянию нашего мозга не только линейные взаимоотношения, связанные с анатомическим укладом нашего организма, нашего тела, как любит подчеркивает Татьяна Алина Картенко, но имеет огромное влияние с той точки зрения, что именно, находясь вот в этом месте, большие и малые поясничные мышцы контролируют состояние петли уложения, контролируют состояние поведения, моторики и перистальтики тонкого и толстого кишечника. А именно та микобиота, а именно то состояние бактериального фона кишечников и тонкого и толстого напрямую связано с тем, как функционирует наш мозг. Почему? Потому что именно бактерии, их биохимизм кишечный улучшает качество или, наоборот, ухудшает качество всасываемости наших полезных веществ, которые напрямую потом попадают, я имею ввиду, с точки зрения уже утилизации качества энергообразования, в кору головного мозга. А с учетом того, что это все-таки наш мозг, это 95-96% состоит из жира, то качество липидного обмена мозга как раз таки связано с тем, как ведут себя наши кишки, особенно толстый кишечник, по отношению поясничного крестцового отдела. И лишний раз хочется вас пригласить на наш шестидневный марафон, который начинается уже сегодня, в 17 часов по Москве. Уважаемые друзья, всегда обращайте внимание на том, как вы регулируете характер своего пищеварения, с точки зрения того, что обязательно, если вы отмечаете у себя какие-то явления когнитивного диссонанса, в котором вы даже не хотите себе в этом пока признаваться, но у вас есть какие-то выпадения памяти, вы с трудом можете воспроизвести максимально знакомый вам образ, максимально знакомые слова, максимально знакомые объекты, но выпадает это почему-то у вас из вашей памяти. Помните, пожалуйста, о том, что это начальные, но очень грозные признаки того, что потом в процессе может развиваться в виде когнитивного диссонанса. И в связи с этим особенно я хочу подчеркнуть, что как бы мы не относились, как бы, я подчеркиваю, мы не относились к засилью девайсов, к засилью источников информации. Мы эту информацию должны контролировать, мы ее должны контролировать и не отдавать себя во власть этой информации по одной простой причине. Потому что негативный информационный фон, негативные эмоции, которые рождают негативный информационный фон, отражаются в первую очередь о том, как ведут себя наши кишки. Об этом еще в 1936 году открыватель феномена стресса и постстрессовой ситуации Гарс Селье отмечался иммунографией, посвященной последствиям стресса и стрессообразования. И как раз таки сам феномен стрессоустойчивости зависит от того, как состояние дел вашего кишечника контролирует и контролируется со стороны центральной нервной системы. А эти взаимосвязи очевиднейшие. Почему? Потому что если мы с вами на фоне негативных каких-то большого количества информации, плюс к этому, как я уже сказал, остановился на этом, получаем еще и у себя негативные эмоции, то негативные эмоции, они в буквальном смысле слова блокируют систему проведения нервно-импульсных сигналов. И начинает страдать в буквальном смысле периферия нашей центральной нервной системы. Начинает страдать вот эти вот самые миелиновые оболочки, которые являются системой бронезащиты для нашей нервной системы. Помните, пожалуйста, об этом. И всегда отмечайте у себя, всегда отмечайте у себя, если у вас вечером идет вздутие живота, если вы употребляете продукты, которые приводят к ночному беспокойству с точки зрения вздутия, с точки зрения нереализации утреннего стула. Если это связано с нарушениями вечерних поносов, утренних поносов, то помните, пожалуйста, о том, что у нас посередине, в буквальном смысле, этой линейки находятся те органы, которые контролируют моменты энергообразования. И качество энергии, которое мы получаем из центральной нервной системы, отражается на них. Может быть, сложно сейчас это звучит для многих ушей, а может быть, достаточно просто. Напишите, во-первых, об этом, насколько вам такой информационный, будем говорить, блок нравится или не нравится. А сейчас, я не хочу цветить от нашего любимого президента, а сейчас я вам покажу упражнение, которое направлено на то, чтобы вот эту систему средней, так называемой, линии пищеварения, а средняя линия пищеварения, она находится в области солнечного сплетения, чтобы вы самостоятельно могли себя научить и помочь своим близким снимать вот эти вот напряжения, как психоэмоционального фона, так и то, что связано с физиологией вашего газообразования, с физиологией ваших отрыжек и с физиологией ваших изжогов. То есть, всего вот этого комплекса или комплекта неприятных, дискомфортных нарушений, изменений, которые ранят, в буквальном смысле, вашу периферическую нервную систему. И помните, пожалуйста, мы с Татьяной Владимировной постоянно вам об этом говорим, возвращайтесь каждый раз к известному фразеологизму. Все дороги ведут в Рим. Ровно так же. С чем это связано? Это связано с тем, что качество дорог от периферии к центру всегда должно быть в надежном состоянии. Почему? Потому что чем лучше метрополия, то есть центр наш, ваш, это центральная нервная система, получает сигналы от периферии, тем устойчивее и настойчивее происходит контроль со стороны центральной нервной системы. Тем дольше вы остаетесь на коне, в седле, в буквальном смысле этого слова, тем больше у вас сохраняется тот генетически обусловленный функционал, или то, что сейчас принято говорить, нативный ваш фон, то есть врожденный ваш фон, который всегда в нужный для вас момент может просто вам помочь, невзирая на многие обстоятельства. Итак, соловья баснями не кормят упражнение под названием «Крючки силы» или «Кишечные крючки». Испытывайте вы состояние, то, что китайцы называют, недоумение в области солнечного сплетения. Испытывайте непонятное состояние в области сердца, то, что в русском языке очень красиво называется, томлением духа. И если у вас состояние связано с повышенным газообразованием, беспокоит вас отрыжка, беспокоит вас изжога, вот таким вот образом возьмите свои два указательных пальца, соедините их к крючке, максимально тесно прижмите, максимально тесно, чуть ли не вдавив сюда в области солнечного сплетения, вот таким вот образом глубоко вдохните, резко выдохните, резко выдохните, и не дыша в течение пяти секунд, попытайтесь крючки силы разорвать. Обязательно восстанавливайте дыхание. Обязательно восстанавливайте дыхание. Это очень важно для того, чтобы сердце ваше получило еще один приток крови, для того, чтобы ваши легкие улучшили качество своей сатурации, для того, чтобы у вас распрямились ваши плечи, в буквальном смысле этого слова. А это произойдет на механическом уровне, потому что такое усилие включает зубчатые линейные мышцы, и вашей шеи, и верхнему плечевому поясу. Ничего не остается делать, как вот эту сагбедность, вот эту сагбедность шейного и начале грудного отдела, просто самостоятельно выпрямить. Обязательно напишите о своих ощущениях. Мы обязательно их прокомментируем. Ну и лишний раз хочется вас пригласить на наш шестидневный марафон, который начинается уже сегодня, в 17 часов по Москве, на котором мы подробнейшим образом с вами, уважаемые друзья, уважаемые коллеги, остановимся на проблемах взаимосвязи с состоянием спины, пояснично-крестцового отдела, нижних конечностей, с состоянием нашего мозга. Ссылочка прямо под этим видео. Милости просим. Да, и чуть не забыл. Обязательно посмотрите наше предыдущее видео, в котором мы рассказываем вам, как быстро избавить себя от повышенного газообразования, от избыточного газообразования, от ненужного и зачастую недискомфортного для вашего существования обстоятельств.